Если ваш приоритет — сделать так, чтобы эта жизнь развилась до высшей возможности, тогда вы должны быть осознанными. Если вы хотите прожить эту жизнь кое-как и уйти, тогда ладно. Чего бы вы ни касались, постоянно происходит взаимодействие и запоминание. Это должно быть осознанным процессом. Если это компульсивный процесс, то вы заплатите за это свою цену. Не то, чтобы это был грех. Вопрос в том, что для вас является приоритетом в жизни. Есть психологическая целостность, есть эмоциональная целостность, но есть также биологическая целостность. Целостность не означает моральные правила. Целостность означает, что вы создаете такую ситуацию, которая будет работать для вас наилучшим образом. Когда мы говорим о целостности, предположим, я говорю, что в моем теле существует определенная целостность. Это означает, что оно обладает силой и устойчивостью ко многим вещам. Это не означает каких-то моральных ограничений для меня. Я хочу, чтобы вы понимали слово «целостность» именно в этом контексте. Мы говорим о целостности с точки зрения силы этой жизни. Ты помнишь, как выглядела твоя прапрапрапрабабушка, которая жила десять поколений назад? Помнишь? Нет? Ну вот ее нос, прямо на твоем лице. Тело помнит ваших предков, которые жили миллион лет назад. То, что вы называете своим телом, это куча из воспоминаний. Это же память. Присутствует эволюционная память. Делай, что хочешь, но она никогда не запутается. Психически ты можешь измениться, но в теле присутствует настолько глубокая память. Все твое тело — это, по сути, определенная целостность памяти. Если оно потеряет эту целостность памяти, то ты увидишь, что оно станет уязвимым для многих вещей. Природа тела такова, что все, к чему вы прикасаетесь с определенным уровнем вовлечения, естественным образом впитывает в себя память об этом. Не умственно. Она впитывает эту память физически. Сидите вы или стоите, чего бы вы ни касались. Постоянно происходит взаимодействие и запоминание. Потому что смысл в том, чтобы сохранить целостность памяти вашего тела таким образом, чтобы оно не стало уязвимым каким-то вещам, чтобы вы были очень целостной жизнью. Если вы хотите взрастить себя так, чтобы быть определенной возможностью, тогда вам нужно поддерживать целостность памяти. Вы сокращаете свою физическую память до минимума. Сексуальное взаимодействие передает огромное количество памяти от одного человека другому. Люди всегда видели преимущество в том, чтобы свести количество этой памяти к минимуму. Если вы сделаете эту память очень сложной, то увидите, что через какое-то время вам станет очень трудно просто испытывать расслабление и легкость. В жизни будет присутствовать удовольствие, но в ней не будет радости. Вы сами можете понаблюдать за людьми. В их жизни будет удовольствие. Они могут смеяться все время, но если вы посмотрите на них, то увидите, что в них нет радости, нет легкости. Потому что легкость пропадет из-за чрезмерной памяти. Это касается не только сексуальности. Есть много других аспектов, с которыми вы поступаете также. В определенный момент, когда чувствуешь близость к кому-то, ты обнимаешь этого человека. Все время нужно прикасаться к другим людям. Современные психиатры анализируют такие вещи и говорят, что это от того, что люди не были в достаточном физическом контакте со своими матерями и родителями в раннем возрасте. Когда они вырастают, они постоянно хотят касаться другого человека. То, сколько физического контакта было с ребенком, когда он родился, окажет серьезное влияние на его жизнь. Это определит, как много физического контакта ему потребуется в дальнейшей жизни. Память о том, что младенец берет от матери за это время, до тех пор, пока ребенку не исполнится четыре с половиной года, во многих отношениях, с точки зрения энергии, он не отдельная жизнь. Он все еще связан с телом матери. Если бы люди следовали природе, то они бы пили молоко матери и находились в контакте с ней до четырех с половиной лет. Таков был бы естественный процесс. Так что энергия не созревает. Чем больше памяти вы получаете в это время от вашей матери, тем сильнее и крепче становитесь. Но как только ребенок начинает отделяться и становится личностью, его жизнь самоорганизуется. Ты все еще можешь эмоционально считать, это мой ребенок. Но с точки зрения жизни он стал чем-то совершенно отдельным. Циклы Луны и циклы нашего тела очень тесно связаны. Таким образом, полный жизненный цикл насчитывает тысяча восемь циклов Луны, что составляет примерно 83-84 года. Так что если кто-то пересекает чертов 84 года, это считается полной жизнью. Первая четверть жизни — это единственное время, когда присутствуют родственные связи. После этого ребенок должен продвигаться. Потому что с точки зрения энергии связать эти две жизни уже невозможно. И если вы не создали достаточной целостности в себе, тогда желание другого тела умножается. Несмотря на то, что гормональный пик может быть выше между 15 и 20 годами, после 21 года желание сблизиться и объединиться с кем-то возрастает. Вы как спутник, который отсоединился от станции. Вы оторвались от материнской платы. Теперь вы хотите к чему-то прикрепиться, если только не обретете достаточное количество целостности. Вот почему между 12 и 18 годами очень важно укрепить тело, чтобы вы не начинали отчаянно привязываться к чему-то или к кому-то. Если вы хотите найти партнера, это должен быть осознанный процесс. Если это компульсивный процесс, то вы заплатите за это свою цену. Это не вопрос морали, не то чтобы это был грех. Вопрос в том, что для вас является приоритетом жизни. Если ваш приоритет не сделать так, чтобы эта жизнь развилась до высшей возможности, тогда вы должны быть осознанными. Если вы хотите прожить эту жизнь кое-как и уйти, тогда ладно. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры создавал DimaTorzok